1-0 в пользу наших. Накануне вечером Казанский Рубин в рамках матча второго квалификационного этапа Лиги Европы обыграл сербскую Ягодину. Единственный гол забил Карденис. О том, как прошел матч, расскажет наш спортивный корреспондент Евгений Евневич. После успешной поездки в сербскую Ягодину, в то, что в следующий раунд пройдет не казанская, а одноименная команда, верили, пожалуй, только самые рьяные балканские болельщики. Правда, в столицу Татарстана на ответный поединок они не приехали. Да что греха таять у поклонников Рубиновых, эта встреча также высоко не котировалась. Минимальная интрига, да тропический ливень, обрушившийся на тысячелетний город, делали свое дело. Трибуны центрального заполнены были лишь на шестую часть. Не самый грозный оппонент позволил и Курбану Бердыеву немного передохнуть в напряженном графике премьер-лиги. После победного матча с «Зенитом» против «Сербов» на поле вышел полурезервный состав. Орлауски, Скисляк, Галюлин и Гитигежев. Для последней троицы это был вовсе дебют в основе в этом году. Возможно, именно из-за несыгранности и некой недонастроенности Рубин явно не переливался своими гранями под прожекторами центрального. Будь ягодинцы чуть удачливее с центра поля, еще раз начали бы именно хозяева. Рубин отличный соперник, но мы приехали тоже побеждать. Повезло нам, конечно, и с полем, дождь, мягкий газон. Для нашей команды, которая играет больше верхом, это плюс. За всю команду, в который раз отдувался у казанцев капитан Гигдениц Карадениц. Подобно герою известного рассказа, турок с годами, видимо, в футбольном плане все молодеет. За свою настырность и самоодачу 61 номер был вознагражден в самом дебюте второй половины. Гол Черномора, по сути, досрочно вывел Рубиновых в следующий раунд. Ведь гостям для общей виктории забивать необходимо было уже трижды. Понимая это, Курбан Бердыев дал отдохнуть над Харандому и герою поединка Караденизу. Причем вместо последнего на поле вышел молодой иранский талант Сердар Азмун, который свой дебют мог отпраздновать результативно. Но 18-летнему вундеркинду просто не хватило опыта и хладнокровия. Что касается Азмуна, то перспектива достаточно неплохая. Ну, для первого раза вышел неплохо. Хотя мог и отдавать при выходе 1-1 Прудникова. По сути, забивать до конца второго тайма казанцы должны были еще. Ягодина всеми силами ушла вперед, но провалами в обороне сербов Рубиновым воспользоваться никак не удавалось. Единственное, чем успели же отметиться гости в Эншпиле, это красной карточкой. Финальный свисток судей же ознаменовался минимальной викторией коллектива Курбана Бердыева. Дальше идут именно драконы. Матч с единицей было намного тяжелее, потому что было очень жарко. Сегодня было немножко полегче из-за того, что погода, в принципе, была более прохладной. Но поле было хорошего качества и позволяло играть в хороший футбол. В следующем квалификационном раунде соперником Рубина станет датский рандерс. Матчи против Северян запланированы на 1 и 8 августа. Евгений Вневич, Равка Дзиадинов. Вести. Татарстан. Продолжение следует...